После оплаты проезда в общественном транспорте кондуктор обязан выдать билет. Это простое правило, к сожалению, выполняется не всегда. Случается, что кондукторы уточняют у пассажира, нужен ли им билетик. На деле невыдача проездного документа после оплаты – грубое нарушение, за которое кондуктора могут наказать, а наивного пассажира оштрафовать. К сожалению, такие случаи имеют место быть, происходят достаточно редко. По каждому такому заявлению мы проводим проверку. Если вина кондуктора определяется, то он привлекается к дисциплинарной ответственности. Закономерный вопрос – почему кондуктор в троллейбусе или автобусе не хочет отдавать билет пассажиру, за который он заплатил? Все просто – неучтенное денежное средство предприимчивый кондуктор может оставить себе, вместо того, чтобы отдать их в кассу. В Ивановский МУП иногда поступают подобные обращения от граждан с жалобами на кондукторов. Впрочем, на деле аналогичных нарушений кратно больше. В любом случае, это нарушение финансовой дисциплины кондукторам, и это недопустимо с точки зрения трудовых отношений. Во-вторых, с стороны пассажиров нельзя допускать провокаций кондуктора на нарушение финансовой дисциплины. Если говорить проще, то подобное поведение со стороны кондукторов можно квалифицировать как простое воровство, причем у своей же компании. И это в Ивановском троллейбусном предприятии, которое и так уже не первый год работает в минус. Решить проблему можно переходом на безналичный расчет. Первый шаг уже сделан. В троллейбусах принимают к оплате электронные карты. Вы слышали о том, что бывают такие случаи, что кондукторы предлагают взять деньги за проезд, но билет не давать? Я не знаю таких случаев. Я не данную работу, поэтому я не могу вам еще сказать про это дело. Контролировать кондукторов технически невозможно, поэтому перевозчик призывает пассажиров соблюдать правила проезда. Если по каким-либо причинам отказываются давать билет, нужно требовать. В противном случае обращаться к перевозчику. Главное запомнить номер транспортного средства. А почему необходимо взять билет? Как я заплатила за проезд, я должна получить своего рода как виточек за оплату проезда. А смотрите, а если вам скажут, вы можете не взять билет? Как вы отреагируете? Ну такого не может быть. Не знаю, мне таких случаев не будет. Нужно брать билет и что будет, если его не взять? Нужно брать билет, иначе будет проверка. А билета нет, а штрафуют. А почему нужно брать? Ну как же, чтобы в случае контролера, если пойдет контролер, чтобы было, предоставлен билет. Так, оказав услугу кондуктору-жулику, пассажир не только провоцирует правонарушение, но и рискует заплатить штраф контролеру. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.